На тысячу с лишним рублей больше придется платить саровчанам за ребенка в детском саду. С 1 июля в городе изменилась стоимость платы за садик, а также механизм ее расчета. Раньше родители платили 2259 рублей в месяц, вне зависимости от того, сколько рабочих дней было в этом месяце. Сейчас установлена плата за день – 164 рубля. И платить нужно будет по факту за дни, которые ребенок провел в детсаду. Например, за 20 дней – это 3280 рублей. Скачок стоимости ощутимый, но избежать такого повышения сложно, объясняют в администрации. Во-первых, изменились требования СанПИН по отдельным видам продуктов. А во-вторых, вырос процент инфляции. Однако депутаты уверены – поднимать плату за детский сад сразу на 60% нельзя. И предложили увеличить стоимость лишь на 20%. В декабре прошлого года стоимость питания одного ребенка составляла 110 рублей. С января этого года – 160. Сейчас собрали ценовые предложения от поставщиков. У одного – 240, у другого – 230 почти. То есть вот разница. Понимаете, если предлагаете вот это решение по увеличению родительской платы на 20%, то всю недостающую сумму надо будет покрыть и за дюжерами. Часть суммы за питание бюджет уже покрывает. И по расчетам специалистов, каждые 15 рублей от стоимости питания на ребенка обходится казне в 10 миллионов рублей за полгода. Если мы сейчас 164 сделали, 15 рублей убираем, остается плата 150 рублей. Это значит, на полгода еще у нас 10 миллионов. То есть в год мы понимаем, что сумма удваивается. Скоро 23-й год. Мы должны будем запланировать расходы бюджета 23-го года. Если у нас при плате в 150, получается полгода будет стоить из бюджета 20 миллионов, в год это будет 40 миллионов. Искать дополнительное финансирование в казне за счет сокращения других программ – задача не из легких. Тем не менее, депутаты настроены серьезно. За ближайшую неделю они планируют обсудить вопрос с представителями администрации и найти компромиссный выход из ситуации. Обратиться как раз от комитета к главе города с вопросом о том, чтобы проработать механизм снижения или плавного повышения деплаты, скажем так, поэтапно. То есть проработать этот механизм и если он существует, его представить в Думе. К вопросу народные избранники вернутся уже на следующей неделе. Тянуть с поиском решения времени нет. Необходимо заключать договоры с поставщиками продуктов в детские сады. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.